Продолжаем выпуск. В мобильном приложении EGov Mobile появился сервис цифровые документы. Скачав приложение на телефон, можно получить электронную копию удостоверения личности. Однако пока цифровая версия документа не имеет юридической силы, но ее можно использовать в местах, где не требуется оригинал документа. Когда может пригодиться электронный документ, расскажут мои коллеги. Повсеместная цифровизация уже сегодня позволяет казахстанцам не носить с собой документы. Достаточно скачать приложение EGov Mobile и предъявить электронную версию. Данным приложением могут воспользоваться все граждане Республики Казахстан, которые зарегистрированы в мобильной базе граждан. Хотелось бы остановиться на новом сервисе, который называется «Цифровые документы». С помощью данного сервиса нам не нужно больше носить с собой копии документов. На данный момент в сервисе доступны электронные копии таких документов, как удостоверение личности и свидетельство о рождении детей. По словам IT-специалиста, пользоваться EGov Mobile очень просто. В приложении есть инструкция. Само же окно «Цифровые документы» находится в нижней части. Мы заходим на него. Авторизация. То есть я привязала свое ЭЦП уже к четырехзначному пин-коду. И мне не нужно постоянно вводить ЭЦП. Вот мои документы выходят. То есть мое удостоверение личности, удостоверение личности супруга, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке. Однако пока электронные копии документов не имеют юридической силы. По словам разработчиков, их могут принять нотариусы, либо в местах, где не требуется оригинал. Мы обратились за разъяснением к юристу. Это достаточно удобно. Но, на мой взгляд, предстоит еще большая работа по внедрению этого реализованного проекта. Потому что в действительности, что у нотариусов, что в судах, что в адвокатской деятельности, зачастую сталкиваешься с недобросовестными гражданами. То есть тут, я полагаю, необходимо будет нести ряд изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие эти правоотношения. По словам юриста, сегодня не все желаемые процедуры можно совершать у нотариуса при предоставлении электронного удостоверения. Пользователям же рекомендуют ставить пароли на свои смартфоны, несмотря на наличие PIN и QR-кодов. Опять же, сколько из практики, например, всегда везде требуют подлинники. Это требуется временное внедрение, чтобы люди узнали, понимали, понимали, как правильно этим пользоваться. Культура цифрового поколения, она же развивается. Приложение «Егоф Мобайл» можно скачать в Play Market с мобильных телефонов, поддерживающих интернет. Алексей Кудрявцев, Монарбек Косколов, Балслу Аликенова, РТН. Стало известно, как казахстанцы будут отдыхать в будущем году. Правительство вынесло постановление о переносе дней отдыха. На Новый год казахстанцы будут отдыхать четыре дня подряд, с 1 по 4 января. Но взамен этому 5 января воскресенье станет рабочим днем. Соответственно, 5 и 6 будут рабочими, а затем вновь в выходной 7 января празднуется Рождество. Четыре выходных подряд будут ждать казахстанцев и в мае, с 7 по 10 число. Следующая долгая череда праздничных дней выпадет уже на декабрь. На День независимости в 2020 году можно будет отдохнуть с 16 по 19, а 20 декабря воскресенье станет рабочим днем. Только 20% жителей страны хорошо знакомы с программой Рухани Жангыру. Перед чиновниками стоит задача довести ее до каждого казахстанца. Именно поэтому в Кустанай решили провести семинар для госслужащих, которым предстоит сделать программу доступной и понятной для населения. Как реализуют программу с помощью необычных праздников, строительства детских площадок и привлечением волонтеров, расскажет Болслу Аликенова. Лисаковские чиновники решили, что внимание к программе Рухани Жангыру необходимо привлекать через проведение необычных праздников. Недавно в городе прошел День Айрана, когда кисломолочный напиток раздавали бесплатно. А самое главное – учили, как его готовить. Рухани Жангыру предполагает модернизацию. То есть мы хотим обратно вернуть эти традиции. Сейчас молодежь не знает рецептов айранов, которые готовили наши деды и бабушки. У программы есть свои направления. Одно из них – Торбие Женеббелем – воспитание и знания. Активисты офиса Рухани Жангыру принимают участие в благоустройстве города. На данный момент реализуется именно проект по воркаутам, детским и спортивным площадкам, который заинтересовал и интересует наших жителей, потому что спорт – это сила, спорт – это наше будущее. Сегодня на базе Кустанайского педуниверситета одни чиновники делились другими, как привлечь внимание рядовых жителей к Рухани Жангыру. Опыт Лисаковчан пригодится многим, считает организатор семинара. Также сегодня будет у нас блог про продвижение Рухани Жангыру в соцсетях. Там будем выступать, обсуждать, как правильно представлять свои проекты именно в социальных сетях. Отходить от того, что Рухани Жангыру – это просто птица, и люди не понимают. Просто нужно вчитываться и вытаскивать оттуда те моменты, которые людям будут интересны. Одним из приглашенных спикеров стала гость из столицы Жанар Буканова. Она рассказала, как программу будут доносить до жителей страны. Нам нужно, чтобы люди не просто прочитали, но и вовлеклись в эту программу. Мы планируем уже со следующего года повлечь в эту работу волонтеров. То есть мы сегодня будем готовить, послов изменений или же агентов изменений. Будем обучать их. Около 500 планируется обучить на центральном уровне. К слову, в стране программа реализуется уже два с половиной года. На днях Казахстанский институт общественного развития опубликовал данные социсследования. По результатам которого было установлено, что все казахстанцы что-либо знают о программе «Рухани Жануру». То есть они видели билборды, читали про мероприятия, где-то сами принимали участие. В это же время только 20% жителей страны знакомы с сутью программы. Алексей Кудрявцев, Болслоликенова, РТН. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время говорить! И время молчать! Ведь поистине нет предела парадокса. Это окончательный прогон нового спектакля областного русского драмтеатра. Куснайские актеры впервые участвуют в постановке по мотивам романочники Саидматова Плаха. За инсценировку взялась приглашенный режиссер Дина Жумабаева, которая в основе своего спектакля предлагает откровенный разговор героев со зрителями. Хотелось бы все передать, то, что было в романе, но мы взяли за основу не только историю волков, там, Авдия Калистратова, да. Для меня важна была именно вот эта параллель трех судеб. Это судьбы волков, Авдия и Бостона, да, в финале, да, когда он убивает волчицу вместе с ребенком. То есть вот эту трагическую линию мы старались в спектакле показать, и то есть мы и за ней следуем до конца. На драме и притче актеры театра трудились в течение последнего месяца. Специально подготовленные костюмы, музыка и декорации, как отмечает режиссер-постановщик, позволяют главным героям работать в особом пространстве. Причем помимо текстов актерам пришлось отрабатывать элементы пластики, потому что труппой было принято решение, что не все можно сказать словами, можно и показать это зрителю. Для этого специально пригласили и режиссера по пластике из Алматы. Не текст, а там, говорю, то, что много движения. Не именно там танцев или еще что-то, а именно пластические выразить в пластике. Ну, это особенно у волков. Ну, в общем-то, весь спектакль поставили. Вам это трудно было? Да, трудно. Ну, это было для вас интересно или больше трудно? Во-первых, было интересно. А трудно там, ну, это наша профессия, это наша работа. Ну, чем труднее нам, чем даже интереснее. Примерные показы нового спектакля назначены на 8, 9 и 10 ноября. Только вот билеты на них, как отмечают в театре, уже раскуплены. Но до конца ноября у жителей Кустанайской области еще будет возможность увидеть и оценить, насколько новая постановка удалась местным актерам. Ханза Нурпиисов и Татьяна Калюжная, РТН. Такими были события дня у меня на этом все. До свидания.